привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до з и сегодня мы узнаем о группе сплит энз известная своими нововолновыми хитами начала 80-х и в частности ай год ю группа сплит эндс после долгой пробуксовки стала первой новозеландской командой получивший мировую известность основателями этого коллектива из окленда поначалу носившего название сплит эндс являлись тим финн вокал клавишные и фил джат гитара вокал в первый состав исполнявший легкие акустические вещицы также вошли майлз голдинг скрипка майк хауард флейта и майк чан бас за репертуар группы основную ответственность несли финн и джат причем если первый тяготел к брит попу то второго тянуло на эксперименты также некоторую лепту вносил голдинг со своими неоклассическими аранжировками и в результате музыка получилась эклектичной и оригинальной но абсолютно не коммерческой после выпуска первого сингла и небольшого тура голдинг отбыл в лондон и на этом фоне приобрел достаточное влияние майк чан по его настоянию команда взяла курс на более электрический саунд а в состав были добавлены его младший брат джефф ударные уолли вилкинсон гитара и роб гиллис саксофон между тем джат отказался от гастрольной деятельности и в то время как его партнеры выступали живьем сосредоточился на написание песен в 1974 в коллективе появился клавишник тони рейнер а вывеска сменилась на сплит-энс в ту пору группа предпочитала выступать не в пабах а на театральных площадках и ее шоу действительно напоминали театрализованные представления как в музыкальном так и в визуальном плане вскоре последовали дальнейшие перестановки и в том числе в сплит-энс появился перкуссионист а по совместительству стилист и дизайнер по костюмам нойл кромби а джеффа сменил пол краузер когда в 1975 коллектив отправился на гастроли в австралию в прессе прозвучал анонс о визите самой распутной новозеландской группы и хотя такое определение не соответствовало действительности она помогло заключить контракт с маршрум рекордс записанный на этом лейбле за две недели дебютный альбом не удовлетворил музыкантов но тем не менее пластинка присутствовала как в новозеландских так и в австралийских чартах амбициозный арт-рок сплит-энс привлек внимание фила манзонеры из рокси мюзик и тот пообещал помочь группе в работе над следующим альбомом практически половину секонд сот составили ремейки старого материала поэтому данный лонгплей являлся логичным продолжением первенца а кадровые перестановки так и не прекращались краузера сменил малком грин во время американского тура недовольный промоушеном ушел джад а вслед за ним отбыл и чан от фила эстафету принял младший братишка тима нил а на месте майка очутился найджел грикс когда лидерство в группе полностью захватил финн старший сплит-энд стали отходить от театральности и впервые это почувствовалось на диске дизритмия во второй половине семидесятых команда пыталась окопаться на британском рынке но там вовсю бушевал панк и прежние артроковые замашки н с жителем туманного альбиона показались неуместными между тем гиллиса попросили на выход но зато в команду ненадолго возвращался джад на записанном уже после вторичного ухода фила диски френзи в дополнительной степени проявилась переориентация на более попсовый стиль однако кардинального сдвига в карьере коллектива пока не произошло к концу семидесятых музыканты вернулись в австралию где продолжали работать отказавшись от странных костюмов и макияжа и взявший курс на new wave только в начале 1980 группе пришел долгожданный успех сингл ай год ю занял первые места в новозеландских и австралийских чартах благодаря этому выдержанный в новом стиле альбом true call us разошелся на зеленом континенте двухсоттысячным тиражом а далее за дело принялся лейбл and m records взявшийся распространять пластинку по всему миру в 1981 сплит эндс попытались повторить выигрышную формулу но диск коробери за пределами австралийского региона продававшийся как вайата даже при наличии хитов one step ahead и history never repeats уже не имел такого оглушительного успеха как его предшественник вскоре из игры выбыл грин а за барабаны взялся кромби поймать ускользающую удачу удалось на следующий год когда вышел лонгплей time and tight диск стал лидером австралийских и новозеландских хит-парадов а композиции дёти кричи и six months in a leaky boat зазвучали на mtv и многих радиостанциях мира у тима даже закружилась голова от успехов и он решил записать сольник старший финн вернулся в группу ко времени сессии conflicting emotions но к тому моменту на поприще сочинения песен его серьезно потеснил братец нил полнометражка 1983 года хорошо продавалась в австралии и новой зеландии но на североамериканский рынок не произвела особого впечатления тем временем в группе все большую значимость стал приобретать нил и вскоре тим объявил о своем окончательном уходе тогда же в команде появился барабанщик пол хестер а кромби вернулся к перкуссии под руководством финна младшего был записан альбом сия раунд вышедший помимо австралийского региона только в канаде и оказавшийся последней студийной работой коллектива в конце 1984 группа провела прощальный тур после чего ее участники разбрелись по другим проектам впоследствии происходило несколько реюнионов сплит-энс но все они носили кратковременный характер кстати первоначальное название группы сплит-энс обозначает посеченные концы волос альбом туфет-энс ванны и набрали закороны купил